Теперь давайте обсудим, что же делают эти функции для работы с памятью в стиле C. Функция malloc выделяет неинтилизированную область памяти размера как minimum size. То есть там будет size byte, который можно изменять. В действительности размер области, который выделится, будет немножко больше. Это происходит по двум причинам. Во-первых, размеры областей могут округляться, например, до кратных 16. Это удобно для реализации кучи. То есть вы выделите какое-то число в байт не кратных 16, и реальный кусочек, который выделится, округлится вверх. Во-вторых, тот указатель, который возвращается из malloc, он указывает не на самое начало области памяти, а немножко правее начало. В самом начале этой области хранятся служебные данные. Например, хранится размер этой области. Поэтому, например, функция free, которая используется для освобождения памяти, в нее передается только указатель, но не передается размер. Функция colloc похожа на функцию malloc, но используется для выделения массивов. То есть функция colloc выделяет массив из такого количества элементов размера size. То есть каждый элемент размера size. При этом все данные инициализируются нулем. В этом значительное отличие функции malloc от функции colloc. То есть в функции malloc данные не инициализируются. Можно посчитать, сколько байт выделится функцией colloc. То есть раз это массив из n-memb элементов размера size, то выделится вот столько байт, ну а точнее немножко больше. Во-первых, произойдет округление до, например, кратного 16, а во-вторых, выделится еще место под служебные данные, которые сохранятся в размер области. То есть функция colloc позволяет изменять размер некоторой области. Если у вас была некоторая область размера 1000 байт, вы хотите увеличить ее до 2000 байт, в этом случае функция colloc может попытаться увеличить ее, не копируя данные. То есть если так окажется, что после вашей сегмента данных размера 1000 байт находится пустое место, то можно попытаться просто расширить этот сегмент. Если это не получится, то функция colloc скопируется, отдаст копию размера 2000 байт, и значит первые 1000 байт скопирует из того, что вы передадите. Ну а функция free, как я уже сказал, используется для освобождения памяти. То есть если вы выделили некоторый сегмент данных, поиспользовали его и больше он вам не нужен, то его можно освободить, соответственно, количество используемой памяти уменьшится, и вы сможете в других предложениях ее использовать. В функцию free нужно передать указатель, который вернулся из одной из функций. То есть это либо указатель, который вернулся из функции malloc, либо указатель, который вернулся из функции colloc, либо указатель, который вернул вам функцию realloc. То есть функция realloc получает на вход указатель, который надо увеличить, и в том случае, если получилось увеличить его на месте, она возвращает его же. Если не получилось, то она, соответственно, делает копию, все копирует туда, потом освобождает тот указатель, который вы ей передали, и возвращает вам новый. Но вот в любом случае, один из этих указателей, которые он вернет, тоже можно передать функцию free, и в этот момент произойдет освобождение памяти.